Всем привет, дорогие друзья! Искали им как-то в ходе последнего ремонта описание к дому шим-контроллеру и наткнулись вот на такое вот объявление. Абсолютно безумно, абсолютно похуистически написано, просто домушники перешли на новый, видимо, какой-то уровень, где им абсолютно насрать то, что они пишут, они уже откровенно ссут вам в уши, в глаза и везде, где только можно. Итак, видим замена шим-контроллера ноутбука Москва и Московская область. То есть вот эти вот самые домушники. Где-то услышали какое-то красивое слово, может быть, в ходе последнего обзора того же Алексея Виолина на его канале АСЦ, где там был не широтный импульсный модулятор, а широкоимпульсный модулятор. То есть и там было абсолютно насрать то, что люди делают. Ну там, если вы посмотрите, там вообще абсолютный просто трэш. И вот, наверное, где-то из подобных источников они услышали вот это замечательное слово шим-контроллер и понеслась. Итак, заходим, видим компоновку сайта, вполне себе такую обычную для домушников. То есть можно заказать звонок, вписываем сюда свой номер для обратной связи и вам спустя некоторое время перезванивает менеджер и начинает вам грамотно ссать в уши, разводя вас на разговоры либо с мастером, либо попытается отправить к вам уже домой непосредственно этого самого мастера, чтобы он вам на дому заменил шим-контроллер. Итак, замена шим-контроллера ноутбука в Москве, Московская область, замена шим-контроллера ноутбука в Москве. Шим-контроллер это один из ключевых компонентов системы охлаждения, видим, да, ноутбука, который контролирует температуру внутри устройства. Вот как это работает, оказывается, шим-контроллер влияет как-то у нас на температуру внутри устройства. Он управляет напряжением, подаваемым на вентилятор для охлаждения, и выход его из строя может привести к перегреву и повреждению компонентов ноутбука. Вот такое у него важное назначение у шим-контроллера. Он у нас работает непосредственно с охлаждением ноутбука. И преимущество, далее, замены этого самого шим-контроллера. Замена шим-контроллера – это необходимая мера, чтобы избежать перегрева компонентов и сохранить работоспособность ноутбука. Восстановление работы охлаждения устройства может увеличить продолжительность его эксплуатации и повысить производительность. Вот так вот пишут специалисты. Далее, специалисты сервисного центра компьютерный мастер предлагают услуги по замене шим-контроллера с гарантией качества и оперативно. Как мы работаем? Итак, как мы работаем? Наш сервисный центр предлагает всю ту же услугу по замене шим-контроллера ноутбука. Ваши, смотрите, написано, ваши квалифицированные специалисты проведут диагностику. Ну, понятно, это опечатка, но насколько похуй этим ребятам уже стало, что они даже не пишут, что они выкладывают на всеобщее обозрение. Ваши квалифицированные специалисты проведут диагностику и выявят неисправность. После этого уже мы, видите, написано, после этого уже мы, когда ваши специалисты квалифицированные проведут диагностику и выявят. А потом уже мы предоставим вам подробную информацию о стоимости работ и замене компонентов. Ну и, соответственно, далее идут описания преимущества работы с нами, то есть с вами или непонятно, как это смотреть, уже с какой стороны. Замена шим-контроллера ноутбука – это ответственный и сложный процесс, акцентирует ваше внимание мастера на этот процесс, и который требует профессиональных знаний и опыта. Доверять эту работу стоит только специалистам, которые гарантируют качество работы и безопасность вашего устройства. Итак, далее тут идут какое-то описание цен по замене шим-контроллера. Здесь обращаю ваше внимание на то, что контроллера, контроллера, контроллера – слово такое, видимо, модное, актуальное и привлекающее внимание, располагающее ваше к вот этим самым ребятам. Оно здесь везде написано, то есть под каждым перечнем услуг. Ну и цена и какая-то относительная гарантия здесь тоже написано. Далее смотреть все цены, ну смотреть все цены мы не будем. Ну и какие-то подставные лица далее идут из интернета, наверняка взятые. Смирнов, Максим, некий инженер-программист, опыт работы 5 лет. Далее Родионов, Николай, человек, сидящий за микроскопом. Николай, вот Смирнов, Максим у нас видим, да, хотя бы паяльник держит за ручку, а не как-то дамочка из известного мема, где она держит, собственно, паяльник за сам нагревательный элемент. Здесь с этим, слава богу, все нормально. Далее Максим, Николай Родионов, инженер, сидящий за микроскопом, с умным видом, выездной мастер. Все они, все из четырех представленных мастеров выездные. Далее Никольский Олег, инженер-программист, тоже выездной мастер работы, опыт лет у всех разный. И вот Щипко Александр, инженер БГА, то есть настолько специализированный, узкоквалифицированный специалист, что он является инженером именно только вот в пайке БГА микросхем, понимаете. Опыт работы, у него, кстати, к слову сказать, опыт работы больше всех, вот именно поэтому, наверное, он и является инженером именно в пайке БГА. Дальше наше преимущество. Доставка, подменная техника, повышаем квалификацию и так далее, и тому подобное. И, в конце концов, да, здесь мы подходим к отзывам. Требовалась замена клавиатуры на ноутбуке в мастерской. Отлично справились с ремонтом. Довольно качеством. Все клавиши работают исправно. Хорошо хоть написано клавиши, а не кнопки. Выполнен ремонт в течение недели. Цена невысокая. То есть неделю меняли клавиатуру. Квалифицированные инженеры-мастера. Вызывал компьютерного мастера, но перестал загружаться, приехал оперативно и начал колдовать. Понятно, в иносказательной форме, это написано в кавычках. Больше часа и компьютер как новенький. Приемлемые цены за хороший сервис. Далее. Некая Алиса Мельдер пишет от 23-го, 12-го, 20-го года. Сгорела сетевая карта на компьютере после обновления программного обеспечения. То есть настолько было программное обеспечение опасное. Обеспечение это программное, но вот почему-то аппаратная часть компьютера при этом сгорела. Такое допускается, да. Есть ряд моментов, когда в ходе какого-то вируса, там непонятно чего, можно схватить. Когда компьютер, процессор загружен на 100%, соответственно, тепловыделение там его растет и так далее и тому подобное. Но здесь сетевая карта сгорела после обновления программного обеспечения. То есть вот такое тоже бывает. Уже не в первый раз пользуюсь. Семен Александров пишет услугами данного сервиса, так как качеством оказываемых услуг вполне доволен. Последний раз вызвал мастера на дом, когда вышел из строя компьютер. Чем все кончилось непонятно. Здесь мы видим две материнские платы, представленные до чистки и после. Мой ноутбук, Руслан Юсупов пишет, перестал включаться. Вызвал мастера на дом, специалист с быстрой его неисправности и реанимировал мой ноутбук. По стоимости вышло недорого, сервисом остался. Доволен. Марина Бурцева пишет, требовалась замена клавиатуры на ноутбуке. В мастерской отлично справились. Довольно качественно, все клавиши работы исправно выбраны. Ремонт в течение недели. Ну да, это мы вернулись к первому отзыву, о котором мы читали. Ремонт на выезде с гарантией до трех лет. И вот какие-то тут бумажки прилагаются. Видим описание работ, печати и так далее и подобное. И в конце концов у нас идут ответы на популярные вопросы, задаваемые этому сервису. Ну и как всегда в конце тоже домушнички любят у нас размещать всю ту же форму для заполнения номера, для обратной связи, по которой они с вами обязательно свяжутся и грамотным образом вам помогут. Вот какой у них охват аудитории. Мастер и курьеры бесплатно уезжают по Москве до и до 30 километров за московской польцевой автомобильной дорогой. Обычно ремонт производится в течение двух часов, в сложных случаях до двух дней. И адрес у них есть. Да, к слову сказать, я заказывал обратный звонок, мне звонил менеджер. Мастер в обязательном порядке задал мне самый главный вопрос, а есть ли мне 18 лет, совершеннолетний ли я? Потому что если я не совершеннолетний, вам такие мастера оказывать услуги не будут, потому что их можно немножечко так аккуратненько будет засудить. Вот такие вот моменты здесь написано. То есть почему меня привлекло это объявление в числе других, потому что здесь написано вот такая абсолютно похуистическая отсебятина, просто не имеющая вообще никакого отношения к сути происходящего в ходе ремонта компьютерной цифровой техники. То есть настолько они здесь объединились, что уже не проверяют, что не пишут. Ваши квалифицированные специалисты проведут диагностику, выполнят и выявят неисправность. После этого мы предоставим вам подробную информацию о стоимости. То есть настолько все похуй написано. Что уже дальше, мне кажется, некуда. Но может быть что-нибудь будет еще и хуже, пока вот такой вот интересный сойтец попал нам на глаза, и мы решили вам о нем рассказать. Будьте внимательны, доверяйте своей игрушке, настоящим профессионалам, с какой-либо гарантией возврата вам техники на случай отказа от ремонта или невозможности ремонта в исходном состоянии своей базовой стоковой комплектации. Подписывайтесь на наш канал, предложения оставляйте, как всегда, в комментариях. Ставьте лайки. Всего вам доброго. И как всегда, подписывайтесь на наш канал. В поддержку канала оставляйте лайки, вопросы и предложения в комментариях. До новых скорых встреч. Пока.